Господи, Сын, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорбых нерима мы. Господи, Сын, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных! Обращение стейшего патриарха Московского ГФСР Кирилла к архипастырем, пастырем, монашествующим, всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине. Возлюбленные собратья-архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры, Мы переживаем сегодня непростой исторический период. Все наши мысли, тревоги и молитвы связаны с происходящими событиями на Украине. Но даже в самые трудные времена испытаний наш народ искал помощи у Пресвятой Богородицы, которая всегда была усердной ходатайцей и заступницей Святой Руси. «Во дни Великого Поста, когда Церковь в покаянии предстоит Господу, обращаюсь ко всем вам, мои дорогие, с призывом читать ежедневно канон молебны ко Пресвятой Богородице, поемой во всякой скорби душевной и обстоянии, с прибавлением к нему утвержденной ранее молитвы о восстановлении мира. Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной заступнице рода христианского, дабы по ее неотступному материнскому ходатайству человеколюбивый Господь преклонил свою милость к нашим народам и даровал крепкий и необоримый мир». Кирилл, патриарх Московский, Евсея Руси. Может возникнуть вопрос, ну а что я могу? Что я могу, простой человек, у которого нет ни сил, ни средств, ни каких-то специальных политических или экономических, военных возможностей. Что я могу в этой ситуации? Я могу стать проводником для Бога в этот мир. Дело в том, что Бог действует, конечно, и непосредственно, включаясь в какие-то процессы, но чаще всего Он приходит в этот мир через людей. А для этого проводник должен иметь наименьшее сопротивление. Ну, вы знаете физику, что сопротивление препятствует прохождению энергии тока по проводнику. И чем меньше сопротивление, тем больше проводимость. И вот это сопротивление, оно выражается в наших страстях, в наших духовных немощах, в нашей гордости, в нашей самости, в нашем стремлении жить, как я хочу, а не так, как Отче наш. И из истории мы знаем многократно, что даже один человек может повлиять на ход мировой истории. Ну, например, в этом мире, на русской земле, появился преподобный Сергий Радонежский. И настолько он стал совершенным проводником для Божьей благодати, то есть у него абсолютно отсутствовало сопротивление, что Господь через него вершил великие дела. Он имел огромный авторитет. Так что сильный мир осего, русские князья, благодаря его мудрости, его праведности, они между собой мирились. Злоба, ненависть, вражда. И вот слово праведного человека, его молитва, его подвиг врачевало, ну, казалось бы, непримиримые совершенно стороны. И когда нашему Отечеству пришла угроза, угроза не от вражеской силы, а угроза от вражеского духа, ну, вы знаете историю, пока татаро-монгольское образование было языческим, Русь терпела, терпела и платила дань, и выносила это многолетнее иго. Но когда во главе Орды стал правитель, исповедующий ислам, и его цель была эту веру распространить, и тогда возникла духовная угроза нашему Отечеству, тогда преподобный Сергий благословляет великого князя Дмитрия Донского на брань и на победу в этой бране. И Господь руками князя, сердцем, молитвой преподобного, он совершает чудо. Русский народ, который до этого был расколот на разноудельные княжества, он объединился, и как один историк сказал, что на Куликово поле пришли отдельные части, а вышел единый русский народ, который уже нельзя было победить, покорить. Ну, какое-то время прошло для освобождения всей территории, но все-таки дух, он в этом сражении приобрел особую крепость. Один человек. Так вот, каждый из нас, Господь говорит, вы соль земли, вы соль земли, каждый из нас крупинка этой соли, каждый из нас может собрать свое сердце для молитвы к Богу, каждый из нас может заграничить уста свои от зла, но посмотрите, на каком языке говорят на Украине. Все сплошь и рядом, начиная от высших эшелонов власти, кончая теми, кто на улице, на бульваре разговаривает. Это же плакаты написаны матом, получается, вот этот бесовский язык у нас только уже вкоренился, а это же от избытка сердца говорят уста. То, что человек говорит, это все из сердца исходит. Если мы загородим свои уста для мата, замечательная возможность, хочешь помочь нашей стране, удержи язык свой от зла, перестань сплетни, слухи, клевету, мат произносить устами, вычисти свои уста, и это будет огромный подвиг, потому что очаг сопротивления благодати Божией, он будет в твоем сердце погашен, потому что в сердце, которое рождает мат, Господь никогда не придет, и значит, этот человек, он никогда не сможет быть Богу помощником в этой жизни. Это серьезная задача. Вот прям себе поставьте и мужчины, и женщины, дети, старики, не материться с этого дня. Это будет сверхъестественная помощь потихонечку, по крупичке, по ручейку, она будет вливаться в общенародный поток сопротивления злу. Высоль земли. Воспримите эту ответственность на себя, помогая нам всем, Господи. Господи сил, помилуй нас.